Всем привет, это Инфакт на СтопГеймеру. На ближайшие несколько дней Лас-Вегас приютил у себя выставку технологий CES 2020. А это значит, что в новостные ленты привалило железячного свежачка. Например, Sony воспользовалась шансом и наконец-то показала миллионам геймеров барабанная дробь, логотип PlayStation 5. Увы, больше ничего не показала. Лишь в очередной раз перечислила основные фичи грядущей консоли. Такие как трехмерный звук, адаптивные курки геймпада с тактильной отдачей, шустрый SSD-накопитель, трассировка лучей и поддержка Ultra HD Blu-ray. Но есть и кое-что повесомее, чем пикча с парой другой символов. Как насчет свеча на винде? То есть с возможностью запускать игры из своей библиотеки Steam. Alienware, похожим, задалась этим вопросом и на выставке показала прототип под названием UFO. Портативный неопознанный летающий объект по большому счету полностью копирует функционал последней консоли Nintendo. Это планшет с прикрепленными по краям геймпадами-половинками, которые при желании можно снять и соединить в самостоятельный контроллер. Консоль можно подключить к телевизору или монитору, можно установить на столе при помощи откидной ножки на задней панели. Только габаритами эта штука побольше. Диагональ экрана 8 дюймов против 6,2 свечовских. А разрешение 1200 пи против 720 пи. Но нюанс заключается в том, что это всего лишь прототип. Не факт, что он до розничной продажи когда-нибудь доберется. Соответственно, даже примерной цены у него сейчас нет. Что до настоящего свечам, которые от Nintendo, есть вероятность, что следующую ревизию данной консоли мы увидим в середине 2020-го. По крайней мере, по данным тайваньского издания DigiTimes. Похвастаться обновленная консоль сможет, вероятно, не просто повышенным временем автономной работы, а возросшей производительностью в целом. Окажется она про-версией, призванной потягаться со следующим поколением плоек и иксбоксов. С 4К разрешением и всем вот этим вот. Но, как вы поняли, это не точно. Лишь заявления различных источников. Официальных комментариев производитель не давал. Ладушкин, надо немного и про игры поговорить, наверное. Как вариант, о шутане Desintegration от арт-директора Halo и его студии V1 Interactive. Шутан это, как мы помним, не простой, а с тактическими примесями. Сайт IGN уже успел диковинку пощупать и со всех ног спешит делиться впечатлениями. Скрещены перестрелки, покатушки на гравициклах и стратегические элементы грамотно. А управляются с геймпада удобно, все команды отдаются нажатием одной-двух кнопок. Игра достаточно сложная для того, чтобы приходилось использовать способности подчиненных по максимуму, да и вообще шевелить извилинами, а не просто бездумно струлять. Гравициклов тут три основных вида, отличающихся по соотношению мобильности и силы. Плюс в ходе сюжета их можно еще и прокачивать. На уровнях позволяется болтяру положить на основной маршрут и при желании отправиться исследовать закоулки в поисках лута, улучшений или сайдквестов. Отдельно журналист IGN отмечает персонажей, которые получились на удивление живыми. Что касается даже наших подчиненных на поле боя, которые не воспринимаются безликими болванчиками. Немаловажную роль в этом сыграла и отличная озвучка. Так или иначе, пока что возможности пощупать дезинтегрейшн лично у нас с вами простых смертных нету. Удастся разве что ближе к релизу, на точной дату у него так и нет. Просто 2020. Платформы ПК, PS4 и Хуан. Пока Mountain Blade 2 Баннерлорд неспешно ковыляет к раннему доступу в Стиме, азиатская студия Мандолина стремительно выпускает в релиз свою собственную Mountain Blade с Блэк Джеком и... исключительно женскими персонажами. Girls Civilization. Я сам пока не понял, стёпота или серьёзный претендент, но общий рейтинг игры в Стиме 83% положительных отзывов. Среди заявленных отличительных особенностей Girls Civilization числятся такие пункты, как ни одного мужчины в игре, система технологий от мечей и пик до танков и пулемётов, а также уникальные каблучки для каждого вида обуви. Разработчики этого безобразия явно знают толк в извращениях. Аниме-девахи здесь представлены, это на самом деле боевые роботы, собираемые на заводах. Местная камера во время диалогов неизменно выбирает тактически выгодные позиции, если вы понимаете о чём я. Издание PC Gamer отмечает, что геймплейно это таки да, клон Mountain Blade. Шляемся по глобальной карте, встречаемся с другими фракциями, участвуем в масштабных сражениях, нанимаем воинов, увеличиваем свою армию. В качестве бонуса куча багов, запутанные меню и недоработанный интерфейс. В общем, на ваш страх и риск. Adworld Strangers Res. Шутер ещё в 2005 году, успевший отличиться оригинальным сеттингом и необычным геймплеем, получил ремастер для консолей прошлого поколения в 2011, а вот на актуальных приставках так и не вышел до сих пор. Однако 23 января это изменится. Но не для пользователей PlayStation или Xbox, лишь для обладателей Nintendo Switch. Там предзаказ уже открыт, цена вопроса 2250 рублей. Русский язык имеется. Если кто не в курсе, Strangers Ref рассказывает историю таинственного странника, задача которого — лишить свободы всех негодяев в округе. Геймплей делится на два этапа. Сперва необходимо выследить цель в режиме от третьего лица, а затем уже палить из огнестрела от первого. Хотя орудует герой не столько огнестрелом, сколько живыми снарядами. Ну а на этом, пожалуй, всё. Не забывайте забегать на StopGame.ru при любом удобном случае. Сегодня вас там ждёт максимально актуальный обзор Axiom Verge. Мы основательно к нему подошли. Писали почти 4 года. А также на сайте вы найдёте полное интервью с Юрием Матвеевым, лишь часть которого попала в историю русских квестов. Все ссылки в описании. Всем удачного дня. Покедова.